В древние времена на горе Арча жил хозяин всех горных вершин со своей женой в богине природы. Было у них шесть дочерей и два сына. Но прознал злой дух земли, что дети их, повзрослев, уничтожат его и положат конец всему черному и злому на свете. И решил злой дух с ними расправиться. Мудрый хозяин гор спрятал своих детей и превратил их в камни. Сыновей в памятники, что ставятся в святилищах, а дочерей в каменные изваяния. Многие народы Сибири пошли от детей хозяина гор. И от одной из сестер Телеут, чье имя означает основание, пошел народ Телеуты. Калачи. По нашему душу калач. Калачик. Сдобное тесто. Старинное блюдо старинное. Раньше делали так же. На молоке ставят, яички добавляют и сахару. Соль, конечно, безусловно, без соли нельзя. Но меня никто не учил. Я видела, как старшие люди делали. Я, конечно, без родителей выросла. Тетка меня воспитывала. Ее мужа, брат был мой отец. Он молодой умер. И мои родители. Я от матери двухлетней осталась, оказывается, не знаю. От отца знаю отца. Семи лет осталась. Вот у этой тетки я все смотрела. Но она меня не учила, что так делай, так делай. Я только смотрела. А когда замуж вышла, стали отдельно жить. Я как положено, вот так стряпала. И хлеба у меня хорошие бывают. Прямо булки большие, высокие, пышные. Предки телеутов, древнетюркские племена Тели, населяли Центральную Азию. Впервые телеуты упоминаются в русских источниках в 1601 году. Тогда их называли Белыми Калмыками и кочевали они в Верхнем Приобье. В 17 веке их княжество Телеутская землица стало наиболее сильным в Сибири. В 18 веке большая часть телеутов переместилась в Джунгарию. А в 20 веке осталось всего лишь несколько групп телеутов. И самое крупное, Бочацкое, в Кемеровской области. Некогда народ, занимавший огромное жизненное пространство и большой по численности, сегодня насчитывает около двух с половиной тысяч человек. Субтитры создавал DimaTorzok Тяка называется. Это воротник тяка. И вот эта тяка с пуговичками с разными. И красиво тоже сшили. Точно так же, как все воротнички, воротнички сшили. Вниз вот под этот подклад клали бересту. Она не стирается, не ломается, можно все же делать с ней. И из старей все наши женщины, которые сшили воротники, они пользовались только берестой. И до сегодняшнего дня так же шьют. Вот этот тештек. Это наряд для праздничных случаев. Одевают на праздники, куда-то в гости, может, едут. Когда огородные работы закончились, и тогда праздник. И тогда вот женщины наряжаются вот на эти тештеки. Красивые платья одевают. Обязательно кур. Вот это кур называется пояс. А у кого-то, у других народов, кушак называется. А у нас кур. Я в чужом краю без крыльев, воздух будто бы густой. Даже взять простую воду, вкуса нет и цвет другой. Нет родней моей деревни, мил мне сердцу воробей. Если я куда уеду, домой хочется скорее. У меня муж-то русский. У нас как бы сына у меня старше разговаривать на телевизорском языке. Как бы мы с ним общаемся, прям понимают, все говорят. Средний сын, правда, он мне мало чего понимает. А вот маленькая девочка у меня два года разговаривает уже. Понимает. Я с ней разговариваю, я стараюсь разговаривать. Мое поколение, вот она под 40 лет уже, мало кто говорит на телевизорском языке. Вот дело в том, что я росла с бабушкой, и поэтому я знаю лучше. У меня дед. Дед снял сказки на телевизорском языке, он их исполнял. И вот рассказывали бабушке, что собирались дома, говорят, дети вот, малыши-то. И слушали, он им рассказывал. Вот света, говорит, не было, они при свечке слушали, говорит. Я вот всегда говорю, английский язык в школе три раза в неделю бывает. А телевизорский язык один раз в неделю. Если дома не говорят, я считаю, что не заговорят дети. И я с детьми разговариваю на телевизорском языке. Потому что я знаю, что я не научу, никто не научит. Ромка, тогда рука начинает. Пыр-тур-тям, ике-дам-тям, ич-ты-ген-ды-тю-гур-тям. Сен-ми-ны-ти-душ-и-вал, кол-н-ам-туд-вал. Молодец. Ребята, сегодня мы еще повторим, сделаем сопоставление из букв. Из букв. В телевизорском языке есть такая буква, а в русском языке такая буква. В телевизорском языке вот такая буква есть, а в русском языке такая буква. Такая буква есть. Это буква Т. Только она звучит мягко. Это село Беково. Кресту по-нашему. То есть это в переводе означает «крещённые». Я всегда вспоминаю переселенцев. Это начало 20-х годов. Суровые, тяжёлые. Как раз они под позднюю осенью приехали сюда. Жить-то негде. И вот наши телевуты приняли их. У себя там мало-мало полный. Вот в таких маленьких летушках жили. И вот они их приняли семьями. Всю зиму кормили, поили всё как положено. И вот приятно вспоминать, что о нашем народе, о наших предках. Вот так вспоминают, пришли вот сюда люди. Я старший сын в семье был. Остальные пятеро нас мало-мало друг за другом. И поэтому жизнь пришлось мне познать самого молодежи. Когда я собрался в техникум поступать, мать сразу конкретно сказала – езжай. Заманчиво было, перспектива. Но я посмотрел, посмотрел. Думаю, мать же одна там выматывается. Поеду домой помогать буду. Володя самый старший, потом Миша, потом Аня, потом Митя, потом Валя самый младший. Я, они маленькие были, работала, что. Куда деться, работать надо было. Работала, скотину держала. Стояркой работала, норму перевыполняла всегда. А на разных работах тоже хорошо работала. Косили хлеба. Такая машина была, что на коне. Три коня сопрягали на эту машину. Вот я на третий верхом, который берет, водит, ездила. Мальчишки не умели, я умела ездить. Вот успевала весь день, всюду. Как родились, это разговаривали по-своему, когда что маленькие были. А в школу пошли, первый класс, мы по-русски даже не умели разговаривать. Помаленечку, помаленечку и научились. В старину у Тилютов был такой красивый обычай. Когда у девочки вырастали волосы определенной длины, мама девочки приглашала близких родственников. И в праздничной обстановке девочки вплетали девичье на постное украшение куш. И это украшение она носила вплоть до замужества. В нашей деревне, когда православие приняли, стали праздновать, как престольный праздник, Николу-чудотворцу. И День Николы. А Никола два раза бывает в году. Зимняя Никола в декабре месяце. И 22 мая весенняя Никола. И вот тогда мы говорили, как же так получилось, что мы верим сейчас православные стали в церковь ходить. И в то же время приглашаем шаманов. Ну, это возможно или нет? Священники сказали, ну уж, наверное, возможно. Согласились. А верим-то мы не только в священников и шаманов. Мы верим и в березки, в силу березок. И ставим березки, и разноцветные тряпочки вешаем. Это для берега. Табун без жеребца разбегается. Богатство в слабых руках рассыпается. Самый лучший завтрашний день не вернет вчерашнего. Хватит ли мудрости, чтобы выбрать верную дорогу? Хватит ли мудрости и терпения, чтобы идти по ней до конца?